Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Bubblegum Clicker. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете с него выходить. Дальше, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Допомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Далее, в поиске пишем Bubblegum Clicker, нажимаем поиск и на данный момент есть 3 скрипта, сегодня в ролике будут показывать первые по счету, остальные 2 оставшиеся в принципе сможете сами проверить. Значит, чтобы нам получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру, открываем чит, заходим в настройки, ставим DLL от Caronel, потому что с этим DLL больше всего скриптов работает. Также напомню то, что он с ключ-системой. Давайте я вам быстренько сейчас короткое видео прикреплю, как получить ключ. Вы его посмотрите и получите. Продолжение следует... Так, ну я думаю, у вас получилось получить этот ключ. Сложного там в принципе ничего нету. Так, давайте теперь я заинжектюсь. Ключ я уже сегодня получал, мне его не попросят. Ключ, если что, нужно получать раз в день. Так, я инжект нажал, у меня не произошел. Значит, если у вас инжект также не произошел, нажимаем еще раз инжект, и на второй раз, как видите, срабатывает. Ждем, короче, пока он проверит. И после этого уже можно будет активировать скрипты. Иногда, конечно, это долго происходит, но ничего страшного. Все, мне получилось заинжектиться. Дальше нажимаем кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. Теперь, давайте я вам покажу быстренько все функции. Тут, в принципе, их немного. Но перед этим давайте сначала крутанем бесплатное колесо фортуны, посмотрим, что мне выбудет. Так, выпал босс на гемы. X5 буст, вроде бы как. А, нет, X2 буст, получается 5 бустов. Ну-ка. А, реально, нифига. Кстати, много дают. И на 1 час он действует, офигеть. Это круто. Так, значит, первая функция это Auto Bluff Bubble. То есть, это автоматическое надувание жвачки. Как видите, я сейчас ничего не делаю. Оно само надувается. Четко. А, дальше есть функция Auto Collect Coins Games Orbs. Сразу скажу то, что эта функция работает, но работает, к сожалению, некорректно. То есть, он собирает вот эти вот все монетки и гемы на карте. Но, к сожалению, вам за них много не начислить. То есть, смотрите, если вот мы подойдем к монетке, а соберем ее, мне начислили сейчас почти 3000. И включаем эту функцию и смотрим, что происходит. Как видите, монетки собрались, но, к сожалению, они ничего вообще мне не начислили. Ну вот, только один раз сейчас что-то начислилось. 3000 и все. То есть, конечно, очень обидно, то, что они собираются, вот эти все монетки гемы, но, к сожалению, почему-то за них не хочет начислять. Ну ладно. Дальше, следующая функция это Autocell X2. Включаем ее, и, как видите, она не работает. Не работает она потому, то, что, чтобы у вас X2 продажа была, вам нужно находиться на той локации, где вот этот персонаж стоит. Кто не знает, где этот персонаж стоит, значит, смотрите, мы заходим в TP, Далее ищем Space, нажимаем, тпхаемся, и, как видите, начинается автоматическая продажа. Раньше я сразу скажу то, что она работала, и на спавной локации, и на любой локации, но почему-то сейчас перестало, скорее всего, ее пофиксили. То есть, нужно именно находиться вот на этом острове, чтобы X2 продажа у вас работала. А дальше, Auto Collect Gifts, давайте проверим. Я же могу собрать. Да, у меня есть 3 подарков. Погнали, включаем. Как видите, подарки заспавнились, и почему-то я лечу за подарками. Надо, скорее всего, было мне их активировать на спавне, но что-то я тупанул. Короче, все-таки, да, дам вам совет, что лучше активируйте эти подарки на спавне. Потому что сейчас, скорее всего, я лоханусь, и не смогу собрать эти подарки. Скорее всего, так и будет, да? Да. Ну, все. Просрал свою возможность, как говорится. Сейчас, походу, у меня эти подарки у него не получится собрать, как я понимаю. Да. Ну, ладно. Обидно, конечно. Но ничего, в принципе, бывает. Давайте заново попробуем тогда эту функцию включить. А, нет. Вот сейчас получилось. Значит, не обидно. Ну, короче, все равно лучше всего эту функцию включать именно, когда вы находитесь на спавне, потому что тут большая локация, вы никуда не вылетите. Дальше. Получается, у нас осталась скорость, ну, в принципе, самая стандартная функция. А, потом бесконечные прыжки. Коллег, чест есть. Давайте проверим эту функцию. Нажимаем. И да, как видите, эта функция тоже сработала. У нас тп хайд получается на сундуки. Мы их собираем. И получаем за это дофига всего. Только вот этот сундук собрать не можем, потому что он вип локации. А, как мне отсюда вылезти? Так, давайте на спавн тп хнемся. И последнее, то, что у нас осталось, это получается автооткрытие яиц. Есть вот здесь такое замечательное яйцо, стоит полмиллиона. Значит, выбираем это яйцо. Оно называется сезон 1 Эк. Выбираем. И включаем функцию автобай эк. И смотрим, что происходит. То есть, даже эта функция на большом расстоянии работает. То есть, смотрите. А, или не работает? А, нет, работает. Короче, вы можете стоять абсолютно где хотите. И автооткрытие у вас будет работать. Конечно, не совсем быстро оно работает. Но самое главное, то, что вы можете стоять абсолютно где хотите. Также есть функция автоэкью и бест. Это про питомцев. Значит, смотрите, мне выпали питомцы. Они по-любому лучше, чем у меня сейчас одеты. Включаем функцию автоэкью и бест. И, как видите, они автоматически у меня наделись. То есть, эта функция тоже работает. Дальше есть функция автоделет и дуэзикпэт. И так далее. Это вот имеется в виду про эти настройки. То есть, я нажимаю автоделет бэзикпэт. Как видите, у меня оно включается. Но мне это не надо. Пусть они выпадают. С ними быстрее можно прокачаться, чем ждать, когда тебе выпадет какой-то крутой питомец. Так. Ну, давайте, ладно. По фану быстренько проверим инфинити джамп. Будет он работать или нет. Да, как видите, инфинити джамп тоже работает. И получается еще волкспид. То есть, мы включаем. Тут пишем, допустим, 50. И, как видите, эта функция тоже работает. Отлично. Ну, в принципе, у меня на этом все. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. А с вами был Айзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.